девчонки привет солнечная талия на проводе и сегодня на экране такого новогоднего скажем так моего свадебного алтаря кто знает что в этом году получится может замуж выйдем уже я как не сяду снимать видео то кошки то дети ну что я буду шапки будет от гуляет не надо я вот так вот одену и будет новогодный видишь идею идею мне принесли а что ты за туфли делать и снимай туфлях моих играют так все девчонки привет у меня вы знаете мне это не корни не кошки то дети девочки но выходите из студии пожалуйста я вас прошу выйдите из студии и я вас ли я тебя люблю у меня такой день насыщенный уже второй раз за заднем включая камеру короче я включила сегодня видеокамеру карла готовил там новогодние эти самые блюда и давая тебе камеру пучу были оставлены пусть эта камера как бы работать я потом смонтирую видео когда ты готовишь ну и пошла короче выбрасывать спа цитурному спа цитуры это мусор называть ну в общем вышла выбрасывать мусор и у меня такое колечко было от лучше золотое там типа не с этими самими-то там с камушками да с блестящими вы наверное многие видели я в этом колечке на протяжении многих видео постоянно у меня на руки было и пошла выбрасывать мусор и мусорные мешки они с этими самыми с ручками с ручками и когда мусор выкидывала У нас там получается, ну кто меня видит уже с первых моих видео, видели, когда я снимала мусорки, у нас нажимаешь там на педаль, куда мусорка открывается, ты в мешок выбрасываешь. Я его так взяла и когда бросила, я услышала, что у меня как бы, ну что-то потянулось, но значение не придала. Возвращаясь домой, нет кольца. Вот я дома, я домой пришла, нет кольца. Я такая думаю, блин, ну я вроде мусор выносила, ну в колечки, знаешь, а я его заказывала на заказ, делала в Украине. Ну покатала, убирала, короче. Вот, короче нет кольца. Я такая говорю, Карла, прикинь, ну наверное, я говорю, когда мусор выбрасывала, у меня такое впечатление было, что я что-то потянула. Говорю, наверное я потянула, ну за колечко, оно наверное как бы, ну хотя оно не было таким большим, но тем не менее, я как-то чувствовала, ой сейчас стиральную выключила, а то потом будет на видео слышен звук. И я когда мусор выбрасывала, я прям почувствовала, что что-то потянуло. Я говорю, боже, наверное точно, в мусорке все. Ну и дело было утром, и когда я иду, короче, к мусорке возвращаюсь, я когда педаль нажимаю, смотрю, там короче нет вот много мусора, то есть его только-только вот утром поменяли, да. То есть там буквально мой пакет, и еще там два пакета, и все, вот мусорка пустая. То есть она не чистая, естественно, она там грязная, заляпанная, да. Но все равно, то есть как бы там если видно, там можно найти, то есть там не полный бак. И я смотрю, лежит мое кольцо. Лежит мое кольцо прям на самом этом самом, ну на самом уголочке. Я аж быстрее домой, говорю, Карлос, прикинь, говорю, у меня там кольцо лежит, что делать? Я аж мусорку не полезу, а мусорка открывается наполовину. То есть мне надо туда залезть как-то там вообще. Говорю, что делать? Он говорит, он говорит, иди, короче, я ту туда, говорит, ну, около нас тут еще один сад такой есть, ну, как ботанический, да. Он говорит, иди туда, говорит, там постоянно сидят, ну, не буду называть национальность. Говорит, они вот постоянно, говорит, на велосипедах ездят и по мусорке там собирают. Может, у кого-то там шапки выкинул, теплые кто-то курточки вывесил. Говорит, иди туда к ним, говорит, попроси, может быть, кто-нибудь туда слазит, эту мусорку, там, они ее перевернут. Вот, ну, я бегом туда, короче. А сама же боюсь, что сейчас мусор, ну, мусорными мешками забросают. Бегом же туда прибежала, ну, сидят два пацана, я говорю, слушайте, я говорю, за 20 рублей, ну, 20 евро. Я говорю, кольцо достанете, я говорю, кольцо выпало. А нет, какой, золотой? Я говорю, да не, не золотой, я говорю, бижутерия, я говорю, ну, так просто подарок. Думаю, мало ли, не буду говорить, что золотой, деньги с ним, ну, сдерут там туда-сюда. Он такой, да, конечно, типа 20 евро, типа, сейчас залезем, перевернем, вытрустим. Открывает бак, увидел мое кольцо, я говорю, не, я туда не полезу, там грязно, 50, представляете, бизнес, блин, делают. А у меня вот 20 рублей, вот мне дали, я вот боюсь уже от мусорки отойти. То есть, если я отойду от мусорки, то есть он мусорку, он, ну, баке здоровое, но все равно его можно бросить, как бы, на пол, ну, на землю, да, и можно вытащить кольцо. Блин, вообще, то есть я все евро в руках, думаю, сейчас отойду, он, короче, бак перекинет, кольцо достанет и уйдет, как бы. Получится, что с кольцом ушел, да, я туда-сюда, жалко. Вот, и не могу что-то случиться. Короче, думаю, что же делать, я говорю, да не, не гони, я вот там сама, там, денег у меня нет, вот, последние 20 евро, ну, пожалуйста, там, ну, ты просто бак наклони, я туда сама уже полезла, там, вот, видите, оно, то есть оно не открывается на полную, оно открывается, ну, вот так вот. То есть, ну, голову туда в солнечный, более он высокий, он, вот, вот, подсюда вот тебе заходит, то есть ты через него не перевернешься. Что ты хочешь, Саша? Кушай. Кушай, рука руки помой потом. Да. Вот, и, короче, это самое, я же думаю, что же делать, что же делать, я говорю, нет, денег нету, да нет, а потом это самое, сосед, а, и телефон дома забыла, чтобы вот Карлу позвонить, там, типа, выйди, давай вдвоем там бак перекинем, тоже 50 рублей, жалко, а с другой стороны кольцо-то дорожествует. Ну, вот, и сосед уже, когда шел мусор, там, выбраться с соседнего дома, я говорю, ой, вы знаете, кольцо мое, вон оно лежит, я говорю, как достать? И уже тогда он мне уже повалил этот бак, и, ну, кольцо я уже сама доставала. Все, вонюшая была, ну, а что делать, девчонки, жалко было, ладно, не об этом, такая ситуация, в общем, настроение у меня сегодня такое, то зашкаливало, то падало, то зашкаливало, то падало. Хотела рассказать, что заказала я себе посылку, у нас в Италии начались конты, и заказала я себе посылку, вот в такой коробке пришла моя посылка. Это была посылка с сайта Bottega Verde, многие из вас, сначала так тараторила, а теперь такая шетон снизила, такая деловая, я как в телевизоре. Кстати, там кто-то мне написал, что вы снимаете все время на кухне, у вас что-то, нет спальни, девочки, но есть спальня, 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 детская комната в детской комнате, но, не знаю, это моя комната, я здесь живу, у меня здесь кресло, не считая того, что здесь только газ и машинка стиральная, телевизор единственный на русском языке в кухне, поэтому я как бы живу здесь, в остальных комнатах итальянский язык, и мне неинтересно. Ладно, все, все время откликать. Заказала себе посылку, у нас были сконты с Bottega Verde, почему я хочу вам показать. Многие из вас меня спрашивали, как я за собой ухаживаю, ухаживали я за собой вообще, и вопрос этот вообще там задавали на протяжении многих месяцев, даже с того канала со старого, который у меня был раньше. В общем, я вам скажу, что, наверное, года 4 назад я начала вот так вот именно уделять внимание своей коже на лице, там, волосы, как вы видите, вообще ужас. Тут будем красивые и любимые. Вот, и вы знаете, я вообще вот, ну, сейчас мне 37, ну, хотя возраст, говорят, нельзя говорить, это плохая примета, но тем не менее. И вот 4 года назад у меня моя подружка мне рассказала, она занимается сама косметикой, она мне рассказала, что, ну, как-то с ней, ой, кто пришел, кто пришел, кто пришел, кто пришел. Пасхалючка пришел. Вот, и моя подружка, она мне, а, наракана, это и вернулась. В общем, и вот у меня вот эта вот подружка, мы с ней познакомились там, когда я еще работала в баре, я рассказывала, тоже у меня было видео, как я познакомилась со своим мужем, потом я его стерла, не знаю, у меня паранойи наступили, мне казалось, что я плохо очень рассказала эту историю, в общем, я ее стерла. Не знаю, может быть, когда я ее загружу. Вот, и... Что я говорила? А, ну, и вот подружка, я познакомилась там баре с одной девочкой, она работала в косметическом магазине. Боже, все кошки около меня, все кошки сегодня, около меня, девочки, все кошки около меня сегодня. Как же без вас? И вот еще один, девочки, вот еще один, вот еще один, вот еще один. Вот еще один мальчик мой красивый, девочки. Вот, и, короче, это самое. Да, и когда я с ней познакомилась, она мне рассказывала там о косметике, о том, о том все. И я как-то тоже с ней разговор зашел там за лицо, за кремом, что-то меня стало много видно за кремом. И когда мы с ней начали разговаривать, она мне говорит, вот, я там пользуюсь каким-то кремом для глаз, там, таким-то кремом для губ, там, для лица. То есть, как бы там у нее есть какой-то свой уход. Вот, и меня так это заинтересовало, я говорю, ну, а почему, допустим, я вот, допустим, я сейчас в своем возрасте, да, ну, мне тогда сколько было, там, 3-4 года, там, 35, да. Я говорю, я, например, в своем возрасте, вот, вообще, я говорю, как бы, я не чувствую, вот, что у меня какие-то там морщины, или там, у меня какая-то уставшая кожа. Она мне говорит, для того, чтобы, говорит, вот, твоих морщин, как бы, не было еще дольше, ты должна, как бы, наоборот, начать ухаживать сейчас, сейчас уже за собой. И вот, наверное, года 4 назад я уже начала интенсивно, вот, пользоваться масками для лица, кремами. И я испробовала, ну, как, у меня был любимый мой крем, не Вене ночной, а обыкновенный, классический, он мне идеально подходит. Я не пользуюсь дневными кремами, они, ну, тут, как бы, днем настолько меня насыщает мой ночной крем, который я себе подбираю, что днем, мне просто крем не нужен, сейчас я камеру поправлю, чтобы пилочку было. Вот, и, в общем, после того, как бы, я начала, вот, именно уделять себе внимание, и когда я у нее спросила, говорю, вот, ты там, в косметическом салоне работаешь, что посоветуешь, косметический салон был фирменный, она мне говорит, ты знаешь, не посоветуй ни одной фирмы, иди в бутылу Верди. Вот, я говорю, ну, почему? Она говорит, ну, потому что, говорит, во-первых, косметика на натуральных основах, и, во-вторых, говорит, там не содержится, не проводится тест на животных. Вот, и, в общем, с тех времен я пользуюсь, и сейчас я вам покажу, что я в этот раз заказала, некоторые средства по уходу за моим лицом и за моей кожей я уже использовала, вот, на протяжении 4-х лет, и я за них могу поручиться, а некоторые я приобрела, вот, сейчас, с этими снижками, которые появились в новогодние праздники. Ну, во-первых, они мне прислали в подарок вот эту вот очаровательную, классную сумку, девчонки, вообще, такая вот она маленькая, вот так вот она отсюда вот занимается, и если надо купить там картошку, потому что у меня, в принципе, дело это Карла покупки, но на неделе я все равно что-то себе подкупаю, потому что многие продукты я ем те, которые не ест он, там, например, помидоры там свежие, или огурцы свежие. Не-не-не, я девочкам покажу. Вот, это она обыкновенная, да, но вот, если ее надо положить в сумку, она так вот слаживается, вообще классно. У меня была одна такая сумка, но не знаю, куда делать, потому что дети везде лазают. Боже, я все время, потому что, потому что дети, потому что везде лазают. Ну, ладно, мне надо в сумочку положить. В общем, вот такой вот гель, я заказала с сайта Бутегаверде. Это гель для лица и для глаз. Гель струканты, что переводится, умывалка, после того, когда вы уже накрашены, да. Да, вообще классно, деликатно, девчонки пенятся очень хорошо. Если запах приятный прям медом, очень питает кожу, не знаю, на протяжении нескольких уже месяцев пользуюсь. Вообще, просто я довольна, я в восторге. Если кто-то будет в Италии и захочет себе купить именно этой фирмы, вот она вот так вот оформлена, и кто-то захочет купить себе именно этой фирмы какой-нибудь косметический, ну, скажем так, продукт, есть все центральные магазины по центральным улицам города. Если вас ведут как туристов, по-любому вы будете проходить мимо магазина, потому что 2-3, вот в моем городе 2-3 это точно есть, то есть 2 это точно, 3 я не знаю. Вот, что еще хотел сказать, потом я заказала себе Бутегаверде, вот такой вот, не знаю, я правильно произношу или нет. Бутегаверде, ну, я просто без очков не считаю. Вот такой вот скраб для лица. Кстати, я, это новый скраб, я его не пользовалась. Кстати, я, прежде чем заказываю когда-то что-то новое, я уже по интернету вот ищу девочек, у которых, у которых свои косметические каналы, которые рассказывают, прям вот, есть такие, кто понимает итальянский, если вы забьете в гугле, не в гугле, в ютубе, Саш, ну ты мне мешаешь, она перебивает. Если вы хотите, допустим, вот узнать что-то об этой марке, точно так же, как и на нашем русском ютубе, девочки рассказывают о косметике, хватает того, что вы забьете в гугле, не в гугле, на ютубе вы забьете Бутегаверде, и есть много блогеров, которые рассказывают о масках, о кремах. Кстати, кремами этой фирмы я тоже не пользуюсь, мне они не нравятся. Тоже очень классный скрабик, я еще, правда, не пользовалась. Вот такой вот. Не буду рассказывать, как он пахнет, я не буду рассказывать ничего. В общем, вот эта вот масочка, которой я уже пользовалась несколько раз, она из Мори Морто, ну, Мертвого моря, обалденная, она как глина, сушит очень кожу, очень ее очищает, вообще моя любимая, уже несколько раз заказываю все. Еще точно такая же, вот такая, не знаю, как будет отсвечивать, потому что я свет выставляла, выставляла, но не знаю, насколько меня видно. Тоже очень классная. Еще вот такую вот масочку тоже. Не знаю, если видно. Это все маски для лица. И вообще, моя самая-самая любимая, которой вообще я могу кричать на весь мир, это вот эта вот маска, она тоже сделана на меде, на медной основе. Очень супер, вообще, кожа становится мягкая, тоже чистая, очень тонизирует и подтягивает, можно сказать. Очень клевая. И взяла я в этот раз себе попробовать вот такой вот, это от морщины вокруг глаз, ну, и в торновой елки, да, типа сверху и вниз. Тоже, я прям вчера прям наложила ее снизу вверх, прям спать мне пошла, она такая, как крем выглядит, очень здорово. Подарок они мне прислали, вот такой вот гель для душа, еще дети даже не пробовали, вот только посылка вчера пришла, еще даже не открывали. Ну, и, конечно, крем тоже на медной основе. У меня, вы знаете, я уже говорила, очень сильно разъедает руки от детерсивов, от мощных средств, даже если надевают перчатку, даже на пыль, у меня очень быстро идет аллергия. Поэтому я уже пробовала, классно, и закажу себе в следующий раз, потому что они мне его прислали как пробничек. На этом закончилась моя бутыга Верде. Из этого можно сделать выводы, что, да, девочки, я пользуюсь масками для лица, умывалки у меня совершенно другие, я, если вам интересно, в следующем видео покажу свои умывалки. Ну, маски для лица я использую два раза в неделю, а то бывает три. То есть, как бы вечером, если я пришла, покупалась, маску я себе намазала, и если что-то я подумаю, делаю, я постоянно, в какой-то маске меня можно найти уже на протяжении четырех лет. Вот, и потом, а, что это? Да, и потом вот я еще заказала себе вот такой вот стик, помаду. Она для контурной елки, да, от морщин, но никогда больше себе не буду заказывать. Думала, что будет очень удобно, но очень неудобно, потому что очень твердо, и она как бы режет очень кожу, идет очень туго по коже под глазами и по веку. И, ну, как бы, я думаю, что мы просто нарушаем структуру нашей кожи. Все время до этого я пользовалась обыкновенным кремом под глаза и веки, но в этот раз попробовала, но это, конечно, я его использую, но последний раз вот так вот я его открываю, намазываю просто на палец, и уже потом вот его разношу под веком. Вот так вот я не мажу, это просто нереально, там, морщин у вас не было, они у вас появятся. На этом у меня закончилась эта посылочка, и вторая у меня пришла посылочка, это с сайта Кико, все вы, наверное, уже знаете, косметика Кико, так, дети меня постоянно перебивают, вот, и вторая моя посылка мне пришла с сайта Кико, все вы знаете, наш знаменитый итальянский Кико, который выпускается в Милану. Есть, конечно, есть там и за, и против, я могу поспорить с многими блогерами по поводу этой косметики. Наверное, я сделаю как-нибудь видео, именно расскажу вам о косметике Кико, если вам интересно, что вот именно мое мнение, да. Ну, я заказывала, заказ был такой простой, я заказывала смывку для лака, я очень часто крашу ногти, поэтому это идет без ацетона, мне очень нравится, и заказывала я ее с сайта, не потому что она там какая-то новая, супер, так как у меня просто нет времени, мне очень выгодно, и мне очень легче заказать с интернета. Посылка приходит очень быстро, в течение двух дней посылка уже у меня дома, я плачу, по-моему, там два с чем-то, копейки, там, я не знаю, около трех евро я плачу за доставку, и все, как бы мне не надо никуда выходить. Значит, вторая мне вышла вот такая вот масочка, тоже от хрукки, хотела сказать, от Кико, очень классная, вчера делала, пробовала, очень понравилась, хотя, конечно, с Бутегой Верде, если сравнивать, наверное, лучше Бутега Верде. Ну, тем не менее, если будет возможность покупать маски от Кико, вот именно вот эту вот, можете брать смело, очень классная, она на все возрасты подходит, то есть мне обязательно, то есть на каждой масочке Кико указана и та, да, указан возраст, там, до сорока лет или, там, до пятидесяти, там, лет. Ну, Сашка, ну что вы лазите? Да, у них бронет куртену. Вот, и, как бы, это, она идет антиэтату для всех поврестов, и заказала, попробовала, мне понравилось. Ютуб меня простит, что я переключаюсь, но, тем не менее, приходится у меня неполадки, неполадки. В общем, последняя такая моя покупка была, это вот такая вот пудра, как всегда, от Кико. Транспаренте, это, значит, прозрачная, она вот столько вот маленькой коробочки, очень классная, еще была коробочка, она в коробочке, она так вот открывается, мы ее встряхиваем, здесь есть вот такая вот губочка, здесь, естественно, дырочки, когда вы закрываете ее, встряхнули, она наполняется и, как бы, можно себя пудрить. Единственное, что, конечно, я бы посоветовала использовать все-таки кисточку, она ложится очень массивно, вот, допустим, хватает только одного вот мазка, и вот сами посмотрите, как остается, да, то есть кисточка намного лучше, она распределяется по лицу равномернее. Стоит она где-то около 12 евро, 11 с чем-то. Класс, вообще, моя самая любимая, я без нее никуда, на протяжении уже нескольких лет я пользуюсь вот такой вот пудрой, вообще супер, хотя я же говорю, что можно, как бы, еще и поспорить со всеми косметическими продуктами, которые выпускает эта фирма. Как бы, здесь мы уже закончили, сейчас я вытру, пятнышки останутся. Выставляю свет еще куда лучше, потому что мне потом начинают писать, там, за зубы, за все остальное, ну, у меня действительно один зуб очень синий на нижней челюсти, я ударилась, когда мы выполняли трюковую часть, еще, когда я танцевала в балете Blackout, и с тех времен у меня остался как синяк на зубу, скажем так. Доктора говорят, что живой хороший, но тем не менее, в общем, это уже в другой серии, ладно, поехали дальше. Еще я заказала себе вот такие вот сапоги, они синего цвета, наверное, многие уже поняли, что мне нравятся такие более агрессивные цвета, агрессивная обувь, но на самом деле они, между прочим, очень простые здесь резина, хотя сейчас их, конечно, не поносишь у нас второй месяц дожди, вот здесь вот на завязочке они сделаны, неплохо смотрятся на ноги, здесь вот молния, они не утепленные, хотя, скажем так, и не холодные, очень здоровские, тоже они мне обошлись в 40 евро, под мой голубой плащик, с удовольствием ношу, буду носить, вообще обожаю платформу, это вообще самая моя любимая обувь, это на платформе, вот, и еще вот такие вот ботиночки, они мне тоже обошли где-то в 39 евро, ну, в 40 евро плюс доставка, вот такие вот, давайте я по одному покажу, вот такие вот ботиночки, здесь они на искусственном мехе, можно регулировать верхушечку, то есть можно на джинс одевать ее, как бы будет не видно, а можно делать джинс более коротким, и будет видно, и будет придавать настроение, вот этот вот именно искусственный мех, очень классные вообще, тоже уже один раз на них сходила, удобные, вот, ну, как бы на этом, наверное, и все, ну, и на этом, как бы, все, наверное, я буду заканчивать, солнечная талия с вами прощается.